здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таролок и практик и сегодня мы с вами гадаем на таро ведьм на такую тему события ближайших 10 дней основные что вас ждет у нас будет 5 позиций по одной карте которые мы обязательно будем с вами докладывать гадание не будет слишком длинным мы просто осветим основные так скажем события или общий фон ближайших 10 дней для вас и пока я выкладываю карты я вас приглашаю на индивидуальные расклады а также на консультации по ясновидению и на ритуалы пишите мне в вайбер ватсап контакте в instagram telegram я вам отвечу сообщу все свои условия консультации и цены и с вами поработаем давайте вот я расставлю замечательные наши кристаллы радохрозит флюорит агат горный хрусталь и клубничный кварц выбирайте свой кристалл который вам больше по душе который больше нравится и мы с вами сейчас начнем гадание напоминаю что данное видео актуально тот момент когда вы его смотрите даже если она записана много лет назад вы его нашли на просторах интернета значит она актуально для вас прямо сейчас и напоминаю что вы можете даже выбирать несколько позиций следуя своей интуиции особенно если вы ей доверяете всегда выбор позиции идет за вами то есть это ваша ответственность и помните что можно ставить на паузу выбирать потом переходить на свой тайм-код и также выбирать позицию с предсказанием будущего на 10 дней для другого человека о котором вы хотите узнать и мы с вами начинаем для тех кто выбрал первую позицию наш замечательный радохрозит мы его вот сюда во главе поставим смотрим что же вас ожидает в ближайшие 10 дней вышла у нас башня вы знаете вот когда мы трактуем карты таро и достаем как бы казалось бы негативный аркан он сам по себе ничего не выражает то есть любой первый аркан который вы достаете сам по себе ничего не выражает он выражает действия по поводу то есть события по поводу до башня это всегда разрушение разрушение основательной горы вот как здесь или какой-то тюрьмы которые вы сами себе создали или гору вы наворотили может быть каких-то своих проблем то есть вот этот наст который закостенел до его пора взорвать это может быть ваша эмоциональная тюрьма это может быть ваша какая-то проблема которую вы считали прям как гора проблем да или куча действительно проблем которые скопились в гору куча хлама это может быть куча работы взрыв происходит от чего от того что на вас эта ситуация давила давила это может быть не счастливый брак да не 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 понравившаяся вам работа не понравившееся вам положение для кого-то действительно тюрьма то есть место заключения башня взрывается вы освобождаетесь давайте смотреть вот башня что-то нужно разрушить что-то у вас разрушится ближайшие десять дней что это будет что мы там разрушать то будем да а вот здесь у нас выпадает тут же слов смотрите девушка пришла она хочет сделать ритуал она освобождает место для ритуала для того чтобы совершить какое-то действие тут у нас сложено так скажем кострище где люди все разводят огонь сделают ритуалы до рядом мусор валяется ей пора расчистить вот это место вот вам чтобы какой-то ваш жизненный ритуал совершить нужно расчистить место поэтому башня взорвалась не зря вот эта гора да она здесь показывает что что-то захламлено для того чтобы вы добились какой-то цели и для того чтобы буквально вы цели этой добились нужно сначала вот это взорвать и конечно так получается да что вы должны ну себе путь расчистить освободить так скажем этот путь чтобы сделать то что вам нравится как нам делать то что нам нравится да нужно первую очередь наметить цель вот у вас есть какая-то цель какая-то мечта вы знаете что путь как будто бы захламлен камнями иногда даже на горных работах взрывы идут как на башне да вам этот путь нужно расчистить вот что препятствует вашей цели вот вас есть цель пишите что препятствует вашей цели и как это убрать башня да как это убрать вы это убираете и у вас идет начало действия в сторону достижения вашей цели то есть вот смотрите где ближайшие 10 дней до что вы хотите расчистить поле для деятельности своей чтобы ваши цели достигнете ли вы ее давайте смотреть может вы только начнете действовать да может уже достигнете этой цели идет пятерка котлов пятерка котлов показывает что она собирается собирается краситься марафетится смотрите у вас получается так что вы еще цели своей не достигнете в ближайшие 10 дней но вы значительно продвинетесь вперед у вас будет помощник ворон да который будет в чем-то вам помогать и оказывать поддержку но также вам придется и намарафетиться для того чтобы этой цели достигать то есть быть во всеоружии если вы женщина вы должны использовать свой шарм харизму если вы мужчина вы должны тоже быть харизматичным и очень стильным ухаживать за собой до чтобы людям нравится и чтобы достигать своей цели то есть карты говорят еще пока достижение ближайшие 10 дней нет но идет расчистка этого пути расчистка для того чтобы вы ее начали достигать чтобы вы действовали давайте смотреть что еще вас ждет ближайшие 10 дней а вот здесь выпадает семерка котлов смотрите это такое вот праздное времяпрепровождение тут кто чем занимается до ведьмы кто-то выпивает из котла кто-то общается с чертями там и так далее посредством змеи да вот я так понимаю что ближайшие 10 дней у вас будет какое-то мероприятие где вы будете сидеть общаться с людьми и проводить время на отдыхе расслабляться много болтать и вам будет очень приятно в этой компании то есть будет вот хорошо прям да вот так прям отдохнете расслабить может быть на природе даже да где-то вам будет приятно также карта может показывать даже свадьбу как говорится или с кем-то любовные отношения свидание но свидание опять же в общественном месте или в ресторане да или там где-то прогуляетесь где много народу то есть вот как будто бы очень так хорошо вам душевно с кем-то еще у вас выпадает триумф триумф ну метелок до метелки это у нас ну ну как сказать это вместо мечей да а триумф это у нас вместо ой получается короля и смотрите это король мечей так получается здесь мы видим осла которого извините за выражение все целуют куда надо да и пол и получается что вы столкнетесь ближайшие 10 дней с человеком ну который для вас будет так скажем но таким вот королем высокопоставленным может быть лицом или мужчиной у которого есть чувство такой вот горделивости и которые привык что ему все прислуживают что перед ним все в прогибе в прогибе находится да что чтобы что-то получить его нужно извинить него непонятно куда поцеловать то есть это властный человек очень властный и вы будете с таким человеком сталкиваться в ближайшие 10 дней и вам придется ну немножко прогнуться может быть как-то да попросить что-то у этого человека здесь он выступает именно в виде осла потому что если мол не поцеловать осла куда надо то вы этого не добьетесь да вот вот в этом посыл этой карты такая позиция а мы перейдем дальше что вас ждет ближайшие 10 дней флюоритовая пирамидка нам да тут стоит давайте смотреть выпадает у нас мистерия да мистерия мистерия огня но это понятно что у нас это жезлы да и мы видим что это паз жезлов а значит что идет ситуация когда ну вы можете попасть на какой-то праздник или вечеринку или вот чему-то очень сильно порадоваться и мы понимаем что вам будет очень хорошо приятно да что вы будете чувствовать себя счастливым человеком на этом ну в этом месте и конечно это может быть получение хороших новостей вот празднование даст вопрос по поводу того что вы получаете хорошие новости и часто эта карта означает общение с иностранцами или знакомство с иностранцами или общение с человеком на расстоянии но будет очень радостно и очень интересно нам еще вот эта карта мистерии она здесь может показывать да что он на самом деле вот идет ситуация когда человек ну развивается или как-то вот учиться чему-то или чем-то интересуется вот давайте смотреть в эту сторону да вот следующую карту доставать авто с чем это связано вот эта радость вот это обучение чему-то новому интересному мы выпадают у нас богиня котла это у нас здесь на королева кубков вот эта карта она показывает что вы будете радоваться какому-то изобилию действительно у вас будет либо хорошая новость либо вы найдете золотую жилу ну в каком плане да вот найдете деятельность которая вам в будущем точно принесет деньги и будете по карте мистерии и обучаться да также эта карта ну может означать что идет ситуация празднования чьей-то беременности и положительного теста может быть на беременности или чьих-то родов также эта карта может означать что кто-то вас искренне любит предлагать вам союз вы счастливы в отношениях то есть процветание любви вот смотрите две карты в сочетании своем они могут означать очень счастливое развитие любовных отношений но естественно в частном порядке да не у всех но все таки то есть хорошие новости прибавление денег как будто наткнулись на золотую жилу либо успех в любви карты очень хорошие давайте смотреть дальше ну прям вот если вы женщина прям будете чувствовать себя конечно богини изобилия да дальше смотрим весь видим восьмерку камней восьмерку пентаклей мы видим здесь рисование то есть эти мальчики девочка и рису или камни какие-то символы вот вы видите они трудятся они очень стараются сделать все правильно да и также конечно эта карта может означать обменом какими-то знаками сообщениями да то есть может быть кто-то будет с вами много общаться в ближайшие 10 дней может или давать вам новые знания вот вы будете чему-то может быть обучаться опять же обучение да карта может означать плодотворный труд работу либо создание чего-то нового творческий процесс рисование прям может такое прям рисование или обозначение знаков каких-то то есть изучение знаков сакральных тоже может быть изучение ритуалов каких-то вдруг вы посвящены до в оккультные науки то есть идет вот прям вы изучаете и вот какие мне действия надо совершить и еще одну карту мы достанем выпадает метелки до мистере метелок это у нас ну получается паш мечей вот они тут собрались на шабаш самый настоящий и ведьмы с тыквами со своими хэллоуинскими куда-то пошли на хэллоуин да и мы понимаем с вами что идет ситуация вот празднование чего-то идет ситуация может быть какой-то тематической вечеринки может быть просто идет вашей жизни преобразование но также эта карта может означать полное удивление от не какой-то неожиданности да то есть когда ты удивляешься чему-то что неожиданно произошло что неожиданно происходит на данный момент вот если вы увидели ведьм на горе которые собрались на самайн вы бы очень удивились и смотрим чему же вы удивитесь выпадает карта правосудия правосудие означает что возможно вам что-то причитается и вы это наконец-то получите по совести да то есть то что вам давно причиталось также правосудие может означать что кто-то будет общаться с вами или через букву закона или приводя все дом доводы закона да или вы будете может быть общаться с мудрым человеком и будете этому удивляться насколько этот человек мудрый насколько он может вас чему-то научить как-то просветить тут мы видим сову на плече у ведьмы и конечно это очень большая мудрость это ну так скажем справедливое разрешение любого спора конфликта может быть как-то вы наткнетесь случайно неожиданно будете удивляться насколько можно справедливо и беспристрастно разрешить какую-то ситуацию или проблему вашей жизни вот также это карта предвидения то есть может быть вы наткнетесь на какую-то свою способность и будете предвидеть определенное событие в будущем и это событие действительно произойдет вы будете очень удивляться как так вот я увидел увидела ну и можете конечно наткнуться на чьё-то осуждение критику но почему бы и нет потому что это же правосудие да но для вас это будет совершенно неожиданно вот то что вы не думали не гадали да я все равно хочу еще одну карту достать четверка камней четверка пентаклей показывает что идет ситуация когда есть куда ну так скажем спрятаться обходные пути если все-таки кто-то вас раскритикует то вы просто запретесь в домике да и вас не смогут достать и оттуда из этого домика поэтому ну не переживайте идет ситуация что может быть вы будете приобретать какую-то недвижимость это тоже вот по правосудию с четверка пентаклей вполне возможно и тогда это для вас будет совершенно неожиданно приобретение недвижимости тоже может быть или там наметки на приобретение недвижимости то есть вряд ли вас будут критиковать да это просто один из вариантов трактовки этой карты больше всего конечно это именно мудрость мудрость предвидения и вот стабильность жизненная да то есть какая-то жилплощадь ну вот такая вот позиция у кого как проиграется обязательно пишите переходим дальше наш агат черный агат давайте смотреть что ждет ближайшие 10 дней основные события восьмерка котлов тут у нас ведьма валит там что-то в котле какое-то свое зелье и к ней пришла девчонка с куклой вуду в виде грудь а или может это ее игрушка да но больше похоже на куклу вуду до бедный грудь и она что-то в нее просит вот смотрите у вас может быть ситуация когда вы действительно обратитесь к ведьме ну к тарологу там или кому-то погадать да а может быть такое что вы будете у кого-то ну искать так скажем совета решения кому-то обращаться за тем чтобы вашу проблему помогли решить вам действительно помогут потому что все-таки восьмерка котлов показывает вот это искание и нахождение ответа на свои вопросы то есть кто-то будет готов вам в принципе помочь но все-таки следующая карта обязательно нужно да то есть вот мы спрашиваем вы спрашиваете у кого-то про свое дело дальше дальше мы видим тройку котлов которая показывает что вы обнимаетесь с своим любимым человеком для мужчины он обнимает женщину для женщины мужчину если даже вас однополая любовь тут все понятно с кем-то обнимаетесь объединяйтесь идете сначала за советом кому-то этот человек дает вам совет как наладить личные отношения и вы действительно наладите так получается я так понимаю что вам придется какое-то одно дело закончить и начать другое ближайшие 10 дней но это будет очень успешно вы будете в объятиях любимого человека он вас будет поддерживать этот любимый человек для того чтобы вывод ваши дела так скажем новые начинали и это будет для вас очень ценной поддержкой и опорой смотрим дальше выпадает двойка камней вы как а мне показывает ссору с кем-то с кем-то вам придется поконфликтовать давайте посмотрим по какому поводу по поводу но триумф это король король короля пентаклей король пентаклей всех женщин заклеймил своим клеймом да и мы понимаем что то одного тут эту одну то другую он павру попробовал со всеми туда так скажем по кокетничал по флиртовал или всех заклеймил в каком плане да что может они не хотели да он заклеймил и получается либо вы будете жестоким мужчиной конфликтовать или из-за него да либо это будет ситуация конфликта по поводу ну на почве ревности по поводу любовных отношений по поводу любовного треугольника да ну что ж это же прогноз на будущее уже не всегда только идеально положительный может и всякое быть какое-то соперничество идет что еще у нас здесь шут шут показывает что коза собралась забираться на гору а женщина ее пытается остановить чем же это закончится четверкой мечей закончится метил да получается так что вам из этого будет грустно куда же ты коза пошла вот кто-то пойдет куда-то совершать необдуманный поступок а вы этого человека остановить не сможете и как бы вы ни старались это приведет к не очень хорошим результатом что вам делать да давайте посмотрим совет как в этой ситуации поступать но шестерка камней показывает что тот человек все равно полетит в пропасть не лезьте к нему ему нужно этот опыт познать то есть как бы вы ни старались этого человека остановить он все равно сделает то что сделает и все равно полетит в эту пропасть и набьет шишек поэтому постарайтесь все принимать философски этому человеку нужно вот этому этому научиться и постарайтесь это просто принять ну такая позиция идем дальше горный хрусталь смотрим что ждет ближайшие 10 дней солнце у вас ждет какая-то радость но обратите внимание в этой колоде солнце это очень упрямый осел и его можно взять и заставить идти только с помощью колдовства вот насколько вы обладаете этим колдовством да кто-то упрямый все равно встретиться на вашем пути однако я так понимаю что вы сможете справиться с этим человеком преодолеть это препятствие и если вы будете ласковый нежный и волшебны то добьете всего того чего вы хотите на самом деле карта показывает большой успех и удачу исполнения мечты или желания просто через упорство просто если вы проявите это упорство то в ближайшие 10 дней исполнится что-то очень важно и нужное для вас что уже исполнится давайте смотреть луна ну луна она показывает либо эзотерические способности либо творческие действительно что в творчестве что в творчестве что в эзотерике нужно проявить упорство а может быть это какой-то вот путь под луной то который связан с какой-то креативностью вашей жизненной необычностью то есть это все такое вот потустороннее интересное связанное с тайными знаниями вы своим упорством добьетесь того чтобы получать прекраснейшие результаты мы здесь видим на карте жабу вообще древняя легенда гласит что жабы это самые настоящие грешники которые утонули во время потопа и они ожидают болоте возможности снова воплотиться в людей и иногда это происходит во время полнолуния вот смотрите так получается да что полнолуние прямо сейчас у нас вот произошло и она еще там была голубая луна то есть это бывает явление раз сто лет когда два полнолуния бывают в один месяц да и получается что возможно такое что сейчас вы начнете какое-то дело очень успешно вам нужно проявить упорство да а в следующие полнолуние то есть это где-то через месяц у вас исполнится что-то чтобы жаба превратилась человека это очень важный момент а вы сейчас в эти 10 дней ближайшие закладываете фундамент для этого давайте смотреть что еще у вас такое будет ближайшие 10 дней пятерка метел это пятерка мечей но мы здесь видим что человек девушка случайно из свою котомку раскидала у нее там были всякие магические атрибуты зеркальце да вот у нее там разбилось что-то у вас такое произойдет что вам будет неприятно но может вы действительно что-то разобьете уроните телефон например постарайтесь этого не делать из вас карты предупреждают на самом деле если предупрежден значит вооружен просто ничего не роняйте старайтесь ко всему относиться бережно люди вон ногой на компьютер встают у ноутбука раздавляют экран раздавливают экран я роняю телефон постоянно меняю только успевая защитное стекло да то есть вам будет неприятно от этого то что вот это что-то уронили разбили там да или как-то сломали просто будьте аккуратней дальше мы видим шестерку котлов шестерка котлов здесь показывают в этой колоде до что девушка старается что-то воспроизводит и она очень увлечена своим ну делом так скажем эта карта поиска эта карта которая показывает что ищешь вот прям выход из какого-то положения вот вы будете искать выход очень дотошно причем будете искать выход из какой-то своей жизненной ситуации которая сложилась не сегодня и не вчера да уже приличное время назад и 10 дней конечно это ближайшие это поиск чтобы разрешить этот вопрос да и мы видим здесь тройку жезлов которая тройку огня то которая показывает как раз таки что вы найдете найдете выход из этой ситуации которая вас давно сложилась чтобы ее решить и очень даже хороший выход он вам очень понравится и вывод прям с этим с этой идеи помчитесь кому-то чтобы рассказывать вам придется совершить очень такой ну яркий поступок может быть или смелый поступок чтобы вот это осуществить и у вас решится эта проблема кстати карта вот тройка жезлов этой колоде может означать поездку куда-то или полет даже потому что летит же на драконе дальше мы видим луну камней это у нас карта показывающая рыцарь камней рыцаря пентаклей да и мы понимаем с вами что вам придется еще и взобраться на гору вот видите сколько у вас вот 10 дней ближайшие какие активные да вот прям вот эта карта она показывает кстати убывающую луну то есть что следующее полнолуние у вас что-то исполнится какое-то желание она убывающую луну вы достигнете вашей какой-то очень важной цели сберетесь на гору вот очень ориентируйтесь здесь по луне да вообще вы человек упорный и вот карты говорят о том что вы будете очень активны ближайшие 10 дней очень много проламывать так скажем ситуации добиваться будете очень много вкладывать энергии в какую-то свою деятельность и у вас это будет приносить в итоге в будущем результаты но такая вот позиция да идем дальше ой-ой-ой ты не сломался нет у нас клубничный кварц и последняя позиция что вас основного ждет ближайшие 10 дней дьявол ну дьявол это манипулятор да то есть кто-то может вам что-то предпредлагать теневое например неофициальный заработок соблазнять вас да деньгами сделай вот это и у тебя будет вот этом или кто-то будет манипулировать вами пытаться до дергать за ниточки болты в моей власти делай вот это это и это либо есть другой вариант вас кто-то будет соблазнять но этот кто-то не имеет на это право да ну например человек находится в отношениях дьявол он и есть дьявол дьявол это манипулятор давайте смотреть в какой сфере он будет манипулировать вами мира фант иера фант говорит рядом с дьяволом еще это о том что человек будет притворяться очень благопристойным то есть через какую-то деятельность человек будет подбираться к вам наверно в сексуальном плане вот смотрите это может быть например обучение я вот тут твой гуру да на самом деле у него дьявольский план или это твой начальник да он с тобой вот типа вот я вызываю тебя на планерку я снова вызываю тебя на планерку а пойдем посоветуемся да на самом деле уже имеет сексуальный интерес и также это какая-нибудь секта община курсы где выманивают деньги то есть вполне такое тоже может быть вот вы рот разинули слушаете а вами уже манипулируют просто бойтесь вот этого давайте смотреть дальше жрица у вас падает жрица показывает женщину уже очень опытную в плане зелья варенья да и не только то есть это у нас ведьма такая вот уже в возрасте и мы понимаем что она что там в котле своем варит возможно такое что вы либо будете чью-то жизнь поддерживать ну ну как уровень жизни в ближайшие ближайшие 10 дней то есть за кем-то ухаживать готовить там стирать убирать там за своей семьей да если вы живете в семье есть другой вариант что вы с у вас будет как энергия изобилия входить вашу жизнь вот этот котел это верховная жрица она часто означает волшебное зелье изобилие когда идет именно ну принцип питания да что у вас высшие силы подпитывают благодатной энергией вы цветете да и конечно это карта увеличения в жизни чего-то хорошего что вы когда-то ждали чего-то потом получили полезный совет и вот вы получаете изобилие в свою жизнь что-то у вас может быть хорошие реализоваться ближайшие 10 дней в связи с верховной жрицей ну давайте еще смотреть выпадает колесница много у вас старших арканов они у вас все четыре старших аркана значит кардинальные какие-то перемены идут ближайшие 10 дней и вот видите вы куда-то летите то есть вы возможно куда-то поедете эта поездка очень важна для вас то есть вам придется ехать да поездка опять опять дьявол смотрите девятка мечей падает вам нужно поездке быть осторожным человеком чтобы вас вот так не отметили да можете столкнуться с агрессивным человеком и двойка котлов здесь показывает что в принципе у вас очень может благополучно развиваться эта поездка главное не напороться на агрессора то есть на самом деле вы можете быть очень деятельным человеком тем который в поездке получит очень хороший результат но сначала вот прежде чем вот с этим перекрестком столкнуться да и так скажем сделать свое дело вам нужно быть осторожный или осторожным чтобы нос ну как сказать не конфликтовать с каким-то человеком мы часто ведемся на конфликты вот если нас пытаются спровоцировать на конфликт нам бы лучше всегда остановиться но нет же нет начинается брать за живое да и ведемся на эмоции потом испытываем уже очень много негатива зачем просто не ведитесь на кого-то кто пытается вас провоцировать вот допустим вы куда-то уехали а у вас осталась дома семья муж начинает названивать да ай-яй-яй у нас там сопли текут что мне делать я готовить не умею ой я сосисок кожуру снимать не умею ой я вот это не знаю это называется такой вот агрессор и начинает по башке колотить зачем ты уехала на кого ты нас покинула да и вот таких вот много всяких провокаторов людей которые начинают питаться вашей энергией просто постарайтесь не реагировать сказать твердо и ясно мне нужно было уехать делай вот это 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 или позаботьтесь о делах заранее то есть когда вы уезжаете и оставляете кого-то на место себя на работе например чтобы этот человек вас потом веником по башке не бил постарайтесь составить дела так и такие инструкции чтобы человека было все в порядке да ну вот такая вот позиция всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации по ясновидению на ритуалы подписывайтесь на наши каналы ставьте лайк этому видео пишите комментарии до новых встреч пока пока